В Узбекистане средние школы переложили ответственность по отоплению учебных заведений на учеников. Азадликса, ссылка на жителя города Андижан, сообщает, что руководство школы поручило каждому ученику принести в школу по одному мешку дров или угля, или внести взнос администрации школы в размере 20 тысяч суммов. Причем, не выполнивших данные требования учеников, учителя стыдят перед всем классом, оказывая на них психологическое давление. Местные жители сообщили журналистам, что ежемесячно каждый ученик должен приносить в школу по одному мешку дров или угля. Руководство школы говорит нам, если не сможете принести уголь или дрова, то сдайте деньги. В школе учатся трое моих детей, получается, что каждый месяц я должен относить в школу по три мешка дров или сдать 60 тысяч суммов. Если не выполню это требование, по словам моих детей, их будут унижать перед одноклассниками, говоря, твой отец не в состоянии принести в школу даже один мешок угля. Неужели местная администрация не может обратить внимание на школы? До каких пор мы будем платить за все расходы школ, жалуется один из родителей. Наблюдатели отмечают, что проблема с обеспечением школ сохраняется в Узбекистане уже на протяжении многих лет. Парадоксально, но у 40% жителей страны, которая является крупнейшим экспортером природного газа в регионе, доступ к газу отсутствует. Данная ситуация объясняется тем, что продажа природного газа собственному населению оказывается менее выгодной для властей Узбекистана по сравнению с экспортом в третьи страны. Потому они и предпочитают весь газ продавать за рубеж, лишая населения доступа к элементарным бытовым условиям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...